Здравствуйте, уважаемые докторанты! Сегодня у нас второе практическое занятие по дисциплине термодинамическое моделирование физико-химических процессов в металлургии. Лектор, доктор технических наук, профессор кафедры нанотехнологии и металлургии Макашева Астра Мундоковна. Практическое занятие номер два – основные методы термодинамического моделирования физико-химических процессов. Цель практического занятия – освоить термодинамическое моделирование физико-химических процессов. Для занятия необходимо иметь ноутбук или компьютер и рекомендуемую литературу со справочными данными. План практического занятия. Первое – предварительная подготовка к термодинамическому моделированию физико-химических процессов. Второе – примеры решения задач. Третье – контрольное задание для самостоятельной работы докторанта. На третьем слайде приведен список основной и дополнительной литературы. Также дополнительно вы можете использовать интернет-источники. Третье – предварительная подготовка к термодинамическому моделированию физико-химических процессов. При решении многих научных и технических проблем значительную роль играют вопросы исследования высокотемпературных процессов с физико-химическими превращениями, например, процессы горения. Экспериментальные способы исследования процессов такого рода, как правило, дороги, а зачастую вообще неосуществимы. В этих условиях особое значение приобретает выполняемый с использованием компьютера вычислительный эксперимент, который позволяет анализировать состояние и процессы и делать выводы о проведении исследуемых объектов на основании модельных представлений. Основным допущением при этом является предположение о существовании в системе локального равновесия, которое дает возможность проводить расчеты с привлечением математического аппарата равновесной термодинамики. Наиболее часто методы равновесной термодинамики применяются в сочетании с так называемой идеальной моделью, в соответствии с которой поведение газовой фазы описывается уравнением состояния идеального газа, и все растворы являются идеальными. Главными достоинствами идеальной модели являются ее простота, универсальность и обеспеченность информации. Если исследуется химически реагирующая гетерогенная система, то параметрами модели являются практически только термодинамические свойства индивидуальных веществ. Во многих случаях идеальная модель позволяет вполне адекватно описать исследуемый процесс или явление. Однако в ситуации, когда существенную роль играют силы межмолекулярного взаимодействия, плотные газы, сильно ионизированная плазма и так далее, идеальная модель становится непригодной. В качестве примера можно привести процессы горения энергетических материалов в замкнутом объеме. Металлургические, химико-технологические, геохимические процессы. Термодинамическое моделирование является разновидностью математического моделирования. Его основными этапами являются следующие. Первое. Создание термодинамической модели. Второе. Разработка математической модели. Третье. Разработка алгоритма и программная реализация. Четвертое. Подготовка исходных данных. Пятое. Проведение расчета. Шестое. Анализ результатов вычислений. На первом этапе создается термодинамическая модель исследуемой системы. Компонентами термодинамической модели являются совокупность допущений о физико-химическом характере системы, степень достижения равновесия, перечень молекулярных форм, присутствующих в равновесной системе, возможность образования растворов и так далее. Условия равновесия. Среди не об элементарном составе и термодинамических параметрах, которые характеризуют равновесное состояние. Информация о термодинамических свойствах веществ, которые образуют равновесную систему. Физико-химические модели фаз системы, уравнение состояния фаз или функциональной зависимости характеристических функций фаз от состава и термодинамических параметров системы. Далее формируется математическая модель, которая в математической форме отражает важнейшие свойства физической модели. Иными словами, математическая модель – это математический образ физической модели. Затем на основании математических соотношений создается алгоритм расчета, который в свою очередь реализуется в виде компьютерной программы. Для проведения вычислений необходимо задать параметры модели, термодинамические свойства веществ, параметры уравнения состояния и моделей растворов. И далее провести расчет. Действия исследователя после анализа результатов зависят от типа решаемой задачи, а именно поиск ответа на конкретно поставленный вопрос, верификация модели или определение ее параметров, выбор наилучшей модели из нескольких, имеющихся в наличии. В частности, если проведенный анализ показывает, что результаты вычислений не соответствуют имеющиеся информации об исследуемом объекте, необходимо либо уточнить параметры модели, либо выбрать или создать новую физическую модель и снова повторить шаги 2-4 или 2-6 соответственно. Равновесное состояние при термодинамическом моделировании. Основная задача моделирования термодинамического равновесия заключается в определении фазового и химического состава, а также значении термодинамических параметров исследуемой системы. В большинстве случаев в исследуемых процессах реализуется неполное равновесие. Объектом термодинамического анализа является термодинамическая система, условно выделенная материальная область, взаимодействие которой с окружающей средой сводится к обмену веществом и энергии. Как правило, предполагается, что влияние гравитационных и электромагнитных полей, а также действием сил поверхностного натяжения можно пренебречь. Единственным видом работы, которую может совершать система, является работа расширения. Термодинамическое равновесие – предельное состояние, к которому стремится термодинамическая система, изолированная от внешних воздействий. То есть в каждой точке системы устанавливается термическое, механическое и химическое равновесие. Происходит при этом выравнивание температуры и давления, и все возможные химические реакции протекают до конца. На практике условия изолированности означают, что процессы установления равновесия протекают гораздо быстрее, чем происходят изменения на границах системы. И осуществляется обмен системы с окружающим веществом и энергией. Например, при моделировании процесса горения в закрытом объеме обычно принимается допущение об отсутствии тепловых потерь. Это адиоматический процесс. При расчете состава в реакторе проточного типа принимается допущение о том, что скорость химических реакций гораздо выше, чем скорость потока. То есть за время пребывания реагирующей смеси в реакторе в ней устанавливается химическое равновесие. Как мы показали многочисленные исследования, допущение о достижении равновесия можно считать обоснованным, если процессы протекают при достаточно высокой температуре свыше 1500 градусов по Кельвину или время, имеющееся для установления равновесия, достаточно велико. В большинстве случаев в исследуемых процессах реализуется неполное равновесие, как было уже сказано выше. При этом возможны три варианта. Первое равновесие достигается в какой-либо части или частях относительно большой по размерам системы локальной равновесии. Второе неполное равновесие достигается вследствие разности скоростей релаксационных процессов протекающих в системе. Это частичное равновесие. И третье имеет место как локальное, так и частичное равновесие. Для того, чтобы исследовать методами равновесной термодинамики неравновесный процесс, протекающий в некоторой протяженной области, эту область разбивают на достаточно мелкие части термодинамической системы, в каждой из которых достигается состояние равновесия и производят расчет состава и свойств для каждой из них. На основании полученных результатов определяются характеристики процесса. Если в системе существует частичное равновесие, то при проведении расчета состава следует учитывать ограничения, обусловленные генетическими факторами. Для этой цели можно исключить из рассмотрения часть веществ или зафиксировать их в концентрации, если известно, что химические реакции в своих частях не успевают пройти. Иными словами, в этом случае часть реакции замораживает. Согласно второму закону термодинамики, можно определить направление, в котором протекают процессы, установить условия преобразования тепловой энергии в механическую и определить максимальное значение работы, которое может быть произведено тепловым двигателем. Математически может быть выражен он следующим образом. На слайде это уравнение 1. Дельта-С это бесконечно малое превращение энтропии системы. Дельта-Ку бесконечно малое количество тепла полученного из системы от источника тепла. И Т это абсолютная температура источника тепла. Для бесконечно малообразимого процесса Д-Ку равно Т-ДС. А так как Д-Ку определяется с помощью суммы изменения тепла на произведение давления на изменение объема, то уравнение 2 на слайде будет принимать следующий вид. Д-ДС равно Т-Ум плюс ВДВ. Изменение энтропии между двумя произвольными состояниями газа 1 и 2 определяет по следующим формулам. При переменной теплоемкости, считая зависимость ее от температуры линейной, приведены уравнение 3, 4, 5 с помощью температуры и изменения объема, температуры изменения давления, либо при изменении давления и объема. При постоянной теплоемкости уравнение 6, 7, 8. Также учитывая теплоемкость при изменении температуры и объема, температуры и давления, давления и объема. Уравнение кривых различных термодинамических процессов в системе координат ТС имеет следующий вид. При постоянной теплоемкости уравнение изохора записывается следующим уравнением 9. Уравнение изобары. На слайде показано уравнение 10. Уравнение изотермы. Здесь температура постоянная. При этом изменение энтропии в изотермическом процессе выражается уравнением 12. Для уравнения антибаты у нас энтропия постоянная. Если работа совершается с помощью газа, параметры которого отличаются от параметров окружающей среды, то максимальная работа, которую может произвести этот газ, достижима лишь при условии его перехода от начального состояния к состоянию среды обратимым путем. При этом максимальная полезная работа меньше максимальной работы на величину работы вытеснения воздуха в окружающей среде. Величина максимальной полезной работы определяется следующей формулой. В этой формуле параметры имеющие индекс 1 и 2 относятся соответственно к начальному и конечному состоянию источника работы. А параметры с индексом 0 относятся к рабочей среде. Так как выражение разницы энергии и энтропии представляет собой соответственно абсолютную величину работы одиабатного и изотермического процесса, то общую формулу можно представить в следующем виде. Показано на слайде нижнее уравнение. Примеры решения задач. Задача номер 1. 1 кг кислорода при температуре 127 градусов по Цельсию расширяется до 5-градного объема. Температура его при этом падает до 27 градусов Цельсия. Необходимо определить изменение энтропии, теплоемкость считать постоянной. Решение, как было приведено выше уравнение, используется с изменением температуры и объема. Подставив известное значение из условия задачи, мы получаем на целых 23 кж на килограмм умноженное на килограмм. В этой задаче необходимо обратить внимание, что температуру по Цельсию необходимо надо будет перевести в килограмм. Задача номер 2. 1 кг воздуха сжимается по Адиабате так, что объем его уменьшается в 6 раз, а затем при постоянном объеме давление повышается в 1,5 раза. Необходимо определить общее изменение энтропии воздуха, теплоемкость считать постоянной. Решение. Изменение энтропии в Адиабатном процессе будет равно на дно. Изменение энтропии в Азахорном процессе определится по формуле, которую были приведены выше. При этом подставляя имеющееся значение, мы получим 0,293 кж на килограмм на килограмм. Следовательно, изменение энтропии воздуха равно 0,293 кж на килограмм на килограмм. Задача номер 3. В сосуде объемом 300 литров заключен воздух при давлении 50 бар и температуре 20 градусов по Цельсию. В раме среды давление 1 бар, температура 20 градусов по Цельсию. Определить максимальную полезную работу, которая может произвести сжатый воздух, находящийся в сосуде. Решение. Решение. Отношение. Либо с умножением на массу воздуха. Определим массу воздуха, находящуюся в сосуде. И объем воздуха после изотермического расширения. Масса определяется по следующему уравнению и она равна при подстановке известных данных 17,83 кг. Объем воздуха после эзотермического расширения определяется также по известному уравнению и равен он 15 метров кубическим. Так как изменение энтропии в эзотермическом процессе определяется по также известной формуле, то максимальная полезная работа определяется с учетом массы воздуха и объема воздуха после эзотермического расширения. И подставив известное значение мы получим величину 4377 кг. Следующий пункт практического занятия это контрольное задание для самостоятельной работы на декторанте. Вам необходимо решить следующие задачи. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Спасибо за внимание. На этом практическое занятие закончено. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...